здравствуйте меня зовут елена в моей коллекции 250 сортов пиларконий сегодня ко мне приехала посылка и вот вместе с вами я хочу распаковать новеньких и показать кто ко мне сегодня приехал заодно в этом видео я дам свои советы продолжу одну тему которую я начала в предыдущем ролике про распаковку пиларконий вот они сегодня необычное видео по той причине ко мне приехала три растения это интересные сорта и еще один сюрприз для меня и для вас соответственно а кто же там прячется не видно стаканчика стаканчика не видно да конечно стаканчика тут нет ко мне приехал свежесрезанный черенок одного сорта который я хотела года три ну и вот так вот все время получалось то я не могла его найти а а когда нашла оплатила перед пересылкой мне продавец написала о том что черенок умер от черной ножки то есть на вовремя обратила внимание что черенок погиб и вот так вот получается я ждала и так надеюсь так хочу чтобы этот сорт у меня укоренился это черенок сорта диакон пикати вообще мне очень нравится серия диакон там прекрасные пеларгонии которые отличаются от других сортов прекрасными характеристиками у них компактный куст обильное цветение стендли стрингер создал коллекцию пеларгоний с первым словом диакон он был священником и вот этим пеларгонием серии диакон это межвидовой гибрид зональной пеларгонии орион и плющелистной пеларгонии и вот орион это такой старый сорт с качественными характеристиками с красивым маленьким ветвистым кустиком с обильным цветением когда он у меня цвел то был усыпанным алыми цветочками и вот он этот сорт орион стал родоначальником этой замечательной серии вот я еще мечтаю купить диакон релак мист но пока мне он как-то не попадался тоже очень красивые цветы у этого сорта у меня в коллекции по памяти кажется три есть это диакон регалия диакон бёстый и диакон орлом вот такой верхушечный череночек ко мне приехал такой молоденький так как кустик видимо компактный очень у этого сорта в общем то видимо не так часто они и бывают в продаже черенки этого сорта потому что срезать особо нечего и вот еще два и так интересно вот этот такой маленький а вот этот чуть ли не в два раза больше сейчас открою покажу кто это конкретно маленький пушистенький это пеларгония мини ее название мильберн галакси у нее темно-зеленые листики с сизым оттенком все пишут что у нее красивенький густооблиственный кустик на много веточек и сорт этот очень нахваливают потому что он активно цветет взяла этот сорт потому что скорее всего буду выводить один сорт в коллекции который похож по габитусу и вполне возможно что оттенки цветов у них похожи досмотрите до конца видео и я скажу какой же сорт мне не очень нравится в моей коллекции и скорее всего у меня не знаю еще понаблюдаю подожду ну может быть уже у меня на следующий год и не будет этого сорта в коллекции милберн галакси вот так вот выглядит черенок который приехал в переводе его нас название означает галактика милберн я думаю что название слова галактика связано с тем что его цветочки по форме напоминают звездочки и вот когда он обильно расцветает то это действительно наверное напоминает галактику я надеюсь что этот сорт приживется в моей коллекции будет радовать потому что у меня есть еще один сорт я уже показывала его в своих видео это сорт китбридж который мне очень очень понравился это золотолистный стилар цветочки красно-малиновые звездочки цветет беспрерывно вот в данный момент на этом кустике китбридж сейчас вот было когда я поливала пять соцветий то есть вообще неутомимая цветунья я я тоже полагаю надежды на милберн галакси что этот сорт меня будет радовать а третий сорт который я распаковала ну такая вот палочка приехала ко мне третий сорт переводе с шведского означает бабушка это очень красивый сорт с огромными шапками мокровых цветов курс куст скорее всего будет стандартный и этот сорт похож еще на один сорт в моей коллекции кто же это этот сорт называется мармор у него лососево-персиковые цветы собраны в тугие шапки у меня есть похожий сорт называется он джарс джарсезус фолей название тоже шведская в общем трудно выговорить трудно произносится у него тоже цветы лососево-персиковые очень крупные цветы большие соцветия но только джарсезус фолей цветет у меня активно а вот растет медленно я посмотрю насколько похож мармор и джарсезус фолей и вполне возможно что какой-то один сорт оставлю хотя если понравятся оба то может быть и оставлю два сорта своей коллекции мармор это я так понимаю новинка конца 2019 года в украине ну сейчас тоже цена снизилась ну в общем там я бы сказала так что не дешевый сорт но тут у мармора хотя бы видны корешочки а у милберна galaxy ну в общем практически видимо очень маленький корешок или корешки в общем не проглядываются вот таким образом через стенки стаканчика ну сейчас посмотрим поближе с одной стороны ну не наблюдаю я корешков в общем сейчас перевернул стаканчик то уж ну в принципе у миниатюрных пеларгоний у них корневая не такая сильная как у карликов или у стандарта поэтому в принципе я и не ожидала что будет полный стакан корней то надо уж очень долго доращивать миниатюрную пеларгонию чтобы у нее сверху донизу все было в корнях в стаканчике и вот получается вот только там пошли корешки в общем придется потрудиться да надеюсь что не будет капризничать у меня хотя вот когда я читала про эту пеларгонию вроде бы никто не жаловался что капризный сорт видите тоже гусеница кушала или черенок гусеница кушала или материнское растение так ну что же у второй вторая конечно фигура я думаю красивой не будет отличаться вот нашла корешок можете видеть это так сейчас посмотрим еще с другой стороны посмотрим не густо в общем и тут могло быть и лучше там через отверстие видны два корешка выскочили ну для стандартной пеларгонии конечно могла бы получше дорастить ну в общем есть такое украинское выражение моему еще моему имеем то что имеем вот такие вот три растения которые сегодня приехали мильберн галакси и мармор а также долгожданный сорт диакон пикатим теперь буду мечтать чтобы он укоренился потому что очень хочется чтобы был такой сорт я очень люблю цветы с переходами цветов с каймой и вот уже получается за несколько лет мне растения с каймой не надоели а нравится они все разные и соответственно я в каждом нахожу какую-то свою изюминку а теперь поговорим еще о грунте потому что это очень важная тема я покупала у одного коллекционера много растений и вот она мне присылала растения посаженные в огородную землю то есть грунт приходил ко мне просто как камень и и получалось так что когда я пыталась перевалить свой грунт у меня наверное растения три просто оторвались маленькие нежные молоденькие слабенькие корешки отрывались когда я пыталась освободить их от этой огородной земли я уже даже попросила этого коллекционера что следующий раз пожалуйста когда вы будете мне присылать пожалуйста перевалите их сами какой-то другой не такой тяжелый грунт потому что это было обидно два растения переукоренились одно растение вот один черенок так и не укоренился я не знаю ну вполне возможно что у человек так выращивал потому что садовая земля она долго держит флагу но мне не очень она нравится потому что я все таки привыкла к торфу и в общем ей пыталась и сама еще когда начинала пыталась выращивать набирать землю где-то плодородную выращивать но этот мой опыт вообще мне не понравился в общем я могу сказать так что из моего опыта я могу сказать что лучше все таки работать с профессиональным грунтом будет лучше получаться будет быстрее и лучше отдача и еще вот мне тоже одна женщина которая выращивает на продажу лилейники у нее такая специализация у него было немножко пиларгоний и я приобрела и вот приехала растение уже приехала восемь наверное ли конец сентября или октябрь и так что-то она мне долго приживалась и вот мучается растение я думаю как же мне его спасти она приехала в горшочке в огородной земли я думаю в чем же причина и я была поражена когда я это растение стала пересаживать то есть освобождать от огородной земли я думала что эта причина в огородной земле но на самом деле оказалась причина в другом у этого растения вся корневая была в мелком древесном угле я потрудилась очень долго выбирала эти мелкие осколки я не знаю я такого больше никогда не встречала я честно говоря не понимаю я знаю что древесный уголь использует да вот пепел от древесного угля использует в поливе я когда мы были в лесу на шашлыках я набрала много пепла хочу кстати попробовать сейчас вот идет осень и вот как-то мне немножко страшно знаю что нужно разводить столовую ложку на 10 литровое ветрово вот представляете какой это насыщенный мощный состав то есть чтобы не обжечь корневую систему надо всего лишь вот этого пепла от угля древесного всего лишь столовую ложку на 10 литров воды и вот представляете этого растения вся корневая корневая такая была не маленькая у этого кустика и вот вся она была в мелких осколках древесного угля то есть ну это вообще мне непонятно конечно и вот после того как я пересадила в лав флору мне еще тогда не было на тот момент классмана растение ожило прижилось и вот до сих пор у меня уже даже не это растение его дети живут в моей коллекции поэтому когда приезжает к вам новое растение осмотрите пожалуйста не только верхнюю часть на предмет наличие или отсутствие вредителей еще постарайтесь все-таки раскопать корешки посмотреть в каком они состоянии потому что вот бывают такие всякие неприятные сюрпризы вполне возможно ну вот так женщине нравится как-то она приспособилась ну в общем для меня такое было просто невозможно принять ищу да я знаю что у нас в украине чернозем плодородная земля и вполне возможно пеларгонии которые выращиваются в такой земле они прекрасно выглядят цветут бесконечно но все-таки есть опасность и вот я сейчас вам хочу вас хочу предупредить да несмотря на то что можно найти плодородную землю вот есть под какими-то лиственными деревьями читала когда-то про это вот говорят что под хвойными деревнями не такой плодородный грунт для цветов что там другой состав полезных веществ все-таки лучше под некоторыми лиственными набирать растениями но вы можете найти эту информацию а еще хвалят в луговую землю но я хочу сказать что существует опасность и опасность немалая что в этой земле которую вы собрали на улице могут находиться вредители или их яйца личинки которые очень долго сохраняют свою жизнеспособность даже я знаю что некоторые вымораживают грунт но все равно там по моему промерзает когда большой мороз 120 градусов на 20 сантиметров ну в общем если у кого-то есть дача или кто-то занимается выращиванием сельскохозяйственных культур а то знают что осенью землю перекапывают тщательно выбирают растительные остатки перекапывают для того чтобы не перезимовали вредители а с учетом того что у нас сейчас идут экстремально теплые зимы вот у нас вообще получается в этом году не было снега можете себе представить зимой не было снега и не было мороза 20 градусов что обычно каждую зиму было и в этом году я очень боялась думаю боже это будет нашествие вредителей ну как-то так получилось что шли ливни летом и в общем там не очень много вредителей судя по всему размножилось но вообще это угрозы сельскому хозяйству теплые зимы и влияет на растение не очень хорошо потому что нарушается их привычный жизненный цикл поэтому я не рекомендую к использованию огородную землю поэтому можете сами конечно попробовать ну вот я определилась что мне подходит профессиональный грунт я собираюсь снять передачу но опять таки попозже ближе к зиме про профессиональный грунт у меня четыре в наличии профессиональный грунтом не только лафлора и классман подписывайтесь на канал и вы увидите первые мои новые выпуски сейчас уже началась школа честно верно уже не получится каждый день выпускать новый ролик но все равно я снимаю ролики мне много роликов уже в копилочке которые готовятся к выходу скоро вы увидите эти ролики на моем канале если понравилось это видео ставьте пожалуйста лайки и подписывайтесь на канал до новых встреч вот такие были новенькие сегодня в ролике мармор диакон пикатин пикатин кстати в переводе с английского переводится как гвоздичка но почему-то у сортов пеларгоний с приставкой пикатин у них обводка по краю ну и наверное интересная форма цветка будем дальше смотреть и милберн galaxy надеюсь он станет прекрасной красно-малиновой звездочкой в моей коллекции я хочу заменить этот сорт на другой сорт это сорт минкс сорт минкс я купила второй экземпляр до этого он рост у моей знакомой в теплице приехал ко мне зацветающим да он у меня зацвел но из-за стресса от переезда он выпустил всего лишь один такой вот несчастный цветочек я даже честно говоря и не поняла поэтому цветочку нравится он мне или не нравится но первый экземпляр это вообще было чудо такое который простоял в шикарном месте рядом пеларгонии были усыпаны цветами но минкс у меня так и не зацвел можете прочитать отзывы про миниатюрную пеларгонию минкс там тоже много людей жалуются что минкс у них не цветет вполне возможно на открытом воздухе или в теплице ему подходят условия содержания в квартирных условиях ему нужно на не знаю может быть набраться сил может быть на второй код на третий зацветет но честно говоря у меня как-то не очень большое желание иметь дело с такими привередами дожидаться там чего-то место занимает и время нужно тратить на уход за этим растением поэтому ну вот посмотрю какой сорт лучше и конечно же сниму про эти сорта которые прибыли сегодня в дальнейшем буду снимать видео и рассказывать о особенностях и тонкостях в уходе ну все на этом я заканчиваю до новых встреч